Всем привет, любители ароматного табака! Сегодня поведу свой рассказ о табачке под названием Pettersson Irish Whiskey, ну или Pettersson Ирландский Whiskey. Табак у нас заявлен как смесь Вирджинии, Берли из Африки, Бразилии, Индии и темного Кентукки из Италии. Табачок у нас ленточной нарезки, вот так вот он выглядит в банке. Очень, в принципе, темная смесь для Вирджинии, кстати, как-то даже немного странно все-таки. Ну, хотя Вирджинии черная бывает, в общем-то, не суть. Важно, очень мелкие ленты. В банке табак больше даже, наверное, сигаретный напоминает, чем трубочный. Настолько мелкая нарезка. Если большой дымовой канал, то может, мне кажется, даже в рот залететь одна из ленты, если сильно тянуть будете. Поэтому поосторожнее при курении. Ну, в принципе, выглядит табак нормально. Единственное, что все-таки, конечно, небольшие бревна попадаются. Ну и тут флейк, в принципе, присутствует. Хотя, вроде как, смеси не заявлены. Не знаю, может, какой-нибудь табачок прессует флейком, состаривает. Давайте посмотрим, что тут в незажженном виде. Знаете, вот у меня есть видео, я курил мальборо из трубки. И когда вот нос подносишь к банке, резкий вот этот ударный запах очень похож на удивление, на вот, как ни странно, вот этот вот табак из сигарет мальборо. Ну, конечно, запах там не такой агрессивный, более, менее, там интенсивный, меньше соус, но и тем не менее. Ну, пусть у шоколада разного, просто шоколадный, шоколадистый шоколад. Ну, видимо, производитель думает, что так пахнет ирландский виски, а именно им по заявлению ароматизируется эта смесь. Я сомневаюсь, что непосредственно прям самим виски, скорее всего, какими-нибудь эфирными маслами. Но, ну, наверное, может быть, так пахнет виски. Честно говоря, не похоже. Ну, небольшие, мне кажется, какие-то сливочные ноты, но оно такое больше в шоколад ложится, то есть кажется, что шоколад сливочный. Ну, я бы не сказал, что приятный аромат, честно говоря, не показался он мне уж очень приятным. Покурим из тензанитской пенки. Давайте раскурим. Ну, ароматизация не очень мощная, это радует, что при курении она не такая явная, как в холодном виде пахнет табак. Небольшие сухофрукты есть, есть шоколад. Даже удивительно, такое спокойное начало. В принципе, так агрессивно табак пахнет. В трубке совершенно нет этой агрессии. Может, потом сейчас разойдется. Небольшие цитрусовые нотки на языке, на кончике языка. Ну, и есть хлебные нотки. Такая сладкая сдоба. По мере прогрева трубочки начинают горчиночка включаться. Такая пикантная. И на цитрус. Ну, честно говоря, друзья, что-то пустоватое начало для ароматики. Вообще пустое. Видимо, производитель попытался такой баланс найти. Ну, посмотрим, как у него это получится. Встретимся на плавине. Так, друзья, плавин трубочки позади. Что могу сказать о курении. Напирает перец. Прям напирает. Стал даже слегка навязчивым. Ну, за перцем прячутся интересные хлебные ароматы. Такие с явной сладкой сдобой. И при переходе от перца к хлебу увлекает интересный такой древесно-ореховый вкус. Такое дерево с немного костровым ароматом. То есть вот этот перец, перепрыгивая в хлеб, на полтонах дает интересный костер. Ну, а от ароматизации не осталось и следа. Я так понимаю, она вот с этой сдобой вирджиниевой смешалась. Все было бы очень интересно, если бы не перец. Ну, попробую сейчас с темпом что-нибудь подобрать. Возможно, это из-за того, что быстро курю, хотя нет. Курица, кстати, табачок достаточно холодный. Несмотря на то, что вирджиния, которая, в принципе, достаточно тепло горит. И плюс ароматизация, плюс табак влажноватый. Но никаких проблем. И горит табачок достаточно ровно, прикуривает достаточно редко. В принципе, в этом смысле никаких вопросов. Но посмотрим, посмотрим, удастся ли хлебу победить перец. В конце встретимся, итоги табачку подведем. Итак, до курю наш сегодняшний табачок. Ну, пацанкам получилось 13 из 20. В конце перчик ушел на задний план. Победил все-таки сдоба с легкими ароматами сухофруктов. Есть небольшой древесный уголек. Но, если честно, табачок мне не очень понравился. Для ароматика слишком слабая ароматизация. А для натуральной смеси слишком невнятный вкус и табачная основа. Можно покурить, но я не думаю, что табачок вас заинтересует. Спасибо вам за внимание. Не забывайте подписываться на группу ВКонтакте, на мой Инстаграм. Заходите на мой сайт. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»